Прежде чем выстроиться в колонну, участники и организаторы автопробега «Дорога дружбы» собрались в здании Народного хорала республики. Цель автопробега – укрепить дружеские отношения с Монголией. Монголия всегда была для нас дружественной, и даже в советское время негласно называли 16-я союзная республика. Все мы помним, нас связывают культурные, исторические связи с Монголией. Участвуют в проекте представители авто- и мотоклубов Бурятии, Монголии и Казахстана. Говорят, за время пути узнают друг друга лучше. В последние годы сотрудничество между нашими странами все больше расширяется. В 2021 году наши страны отметили 100-летнюю годовщину установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Монголией. И хотелось бы также отметить, что 27 июля в этом году у нас в Лан-Удэ было подписано соглашение между Палатой молодых законодателей при Совете Федерации Российской Федерации и Федерации молодежи Монголии. А вечером, уже после официальной встречи в галстуках, участники пробега собрались на площади советов. Старт решили дать после концерта. Стартуем. Получается, три страны. Монголия, Казахстан, Россия. А может, со следующего года уже Китай будет. И четвертый, пятый, шестой, чтобы расширилось мероприятие. У нас есть чем делиться друг с другом, говорят участники пробега. Это не только продукты, запчасти и стройматериалы. На самом деле, это ближайшая страна. Она располагает к туризму. И много людей едут именно в Монголию, чтобы почувствовать степи. У нас Байкал, у них степи. Присоединиться к акции захотели 62 человека. Они поедут на 27 автомобилях и мотоциклах. Такие пробеги объединяют людей, чтобы мы не только помнили прошлое, но чтобы мы жили настоящим. Чтобы наши народы всегда были близки, всегда стояли вместе перед любой трудностью и решали вместе любые задачи. Мы вместе проходили через сложнейшие испытания. И сейчас мы тоже вместе. Поэтому за дружбу века, чтобы мы всегда стояли плечом к плечу. И, конечно, чтобы это было только во имя любви, радости и дружбы. С праздником! А вам легкого пути, доброго ветра и ни одного прокола на дорогах. Из Улан-Удэ колонна пошла до Аймака Дархан. Монголия встретила гостей выставкой своей продукции и концертом. Ася Касьянова, Татьяна Усольцева, Сергей Медведев, Алексей Ромашов. Новости дня.